Доброго февральского дня всем любителям хоккея у микрофона Денис Степанов и это ночная хоккейная лига. Сегодня здесь в рамках конкурса комментаторов 2018 мы рассмотрим видеонарезку четырех матчей ночной лиги, которые проходили в прошлом сезоне в славном городе Сочи. И первый наш матч это ветерана Тамбова против Трансконтейнер, город Санкт-Петербург. Тамбовчане в красных свитерах, петербуржцы соответственно в белой форме. Богданов под прессингом выносит шайбу вперед. Тут Старков пытается зацепиться, но Алексей Насосов его опережает. Передача налево и Насосов подсказывает выноси, не думай. Я напоминаю, в ночной лиге не действует правило пробросов, игра продолжается без всяких остановок. Редин изящно уходит от прессинга, переведя шайбу на противоположный фланг. Солохин не успевает подстроиться под эту передачу, но к счастью, тамбовчан они вновь с шайбой. Слева Старков, Редин пошел в гущу сам и шайбу потерял. Ну что же, Трансконтейнер пока играет на отбой, получили шайбу, никаких контратак, никаких комбинаций, вынесли, перестроились в обороне. Старков неплохо ушел от одного, но его вытесняют на фланг, поддержки нет. И с шайбой Трансконтейнер. Слева Кудряшов. Бекир Джанкетов предлагает себя, получает эту шайбу через разряженный центр, есть возможность обыграться соперником. Бекир смещается в центр сам, в последний момент Тредин и Малин отбирают, но подбор за Трансконтейнером. Пас на Джанкетову неудачный. Богданов неудачный играет от борта, ему показывают как следовало бы это сделать. И вновь Джанкетов с шайбой, борьба в углу поля. В большинстве ветеранов Томбова отбирают шайбу на подбор, вновь кисками Транса, дальний удар и контакт с вратарем. Зачем Бекир Джанкетов так поступил? Видимо что-то не из злого умысла. Ну что же, ветераны Томбова атаковали такими кавалерийскими наскоками, Трансконтейнер оборонялся, а потом стоило им выйти в чужую зону и получилось гораздо более осмысленно и более опасно, нежели все подходы ветеранов Томбова. Вот, вратарь Томбовчан Алексей Лысиков. Может какой-то странный поступок от Пекира Джанкетова. А, просто несчастный случай, скрестили клюшки и она отлетела в голову Алексею Лысикову. Следующий наш матч это Сталкер против Автоцентр, Москва-Абакан. Зайцев с шайбой, как зарешал в верхнюю девятку, ну, большие вопросы к обороне автоцентра, но судя по счету 11-1 уже 12-1, вопросы к обороне были изначально. Во-первых, отмечаем передачу Алексея Новикова, который сразу после этого эффектно ушел на замену, ну и Зайцев проходит, никто его не встречает, без всяких финтов. Пошел на убойную позицию и зарешал, как настоящий мастер. Шайба в автоцентр, попытка атаковать, о, какой-нибудь ничего неточная передача и вновь Сталкер. Классная передача через все поле направо, обратный пас и одним касанием это Дмитрий Пономарев. Ну, да, сегодня все у Сталкера легко и просто получается. Можно понять Игоря Гавриленко вратаря автоцентра. Просто расстреливают его, а это второй вратарь Дмитрий Прилепов. Ну, все началось с неудачной передачи в атаку от автоцентра. Ну, а дальше разыграли на двоих, пока все опекали Пономаревы. Андрей Грецов был совершенно один. Ну, хороша и передача, и, конечно же, удар в одну касание. И вновь в Сталкер был атакен, но мы переходим к нашему третьему матчу. Это Мосгортранс против Премьер. Оба клуба из Москвы. Мосгортранс в синим. И это офсайд Илья Герасимов. Не успел подстроиться под ситуацию. Я посмотрел предматчевые отчеты Мосгортранса и Премьера. Любопытный факт. Мосгортранс в среднем моложе на 10 лет своих соперников. Довольно ощутимый разброс, но пока счет 2-3, то есть опыт побеждает молодость. Так, какая-то заминка, что они могут разобраться с заменами. Так, похоже, все наладились. Ситуация разрешилась и ждем выбрасывания. Иван Гусев на ваших экранах. Матч наконец продолжается. И тут же останавливается фолл. Подножка. И сейчас будут применены санкции. А между тем, Премьер и так играл в меньшинстве еще играть целую минуту. И теперь они остаются втроем против пятерых. 78-й номер Сергей Галаев присоединяется к Сергею Мельнику. Ну что же, сейчас самое время для Мосгортранса воспользоваться численным преимуществом. Целую минуту они будут играть против троих хоккеистов Премьера. Нам показывают повтор оффсайда. Да, оффсайд небольшой, но был. И вот выигранное сбрасывание. И Иван Гусев получает по ногам. Итак, пятеро против троих. Счет 2-3. Конец третьего периода. Передача вперед. И что такое? Вновь оффсайд. Ну, там что-то миллиметровое. Вот интересно, кому Гусев предъявляет претензии. Суде или партнеру? Да, обидно, конечно, обидно. Настолько, даже в каком-то смысле, нелепый оффсайд. Чуть-чуть не дотянулся партнер. Это был Илья Герасимов. И Гусев все-таки в крошечном, но оффсайде. Дальний удар. И на добивании опасно гол. Вот так вот. Воспользовались численным преимуществом. Андрей Петров взял инициативу на себя, пробил. Илья Герасимов был на добивании. Сергей Ишалеев, фратарь премьера, похоже, потерял ворота. Так, Сергей Мельник возвращается на лед. Теперь пятеро против четверых в пользу Мосгортранса. Ну а Илья Герасимов принимает поздравления. И завершающий матч этой нарезки это легенды хоккея против сборной НХЛ. Гала матч. Как видим, легенды выигрывают 9-2. Середина второго периода. Передача вперед на Александра Могильного. Выход один на один. И отлично играет вратарь Василий Волошин. Легенда НХЛ. Их ответ. Классный в пас вперед, но чуть-чуть не подстроился нападающий. Вновь Могильный с мячом. Его вытесняют на фланг. Шойгу. Какой изящный удар. Решил исполнить на технику. Но на самом деле, возможно, пожадничал. Была возможность обыграться. Ну или хотя бы ударить более сильно. Хотел максимально изящно это исполнить. Жамнов с шайбой. Хороший перехват от Игоря Бутмана. Передача направо. Воробьев. Вновь Бутман. Слева один партнер. Его не видят. Пас назад. Как отлично разыгрывают. Все было очень симпатично. Короткий пас. Но контратака. Вновь шайгу. И вновь дальнеударное исполнение. На публику играет Сергей. Притесняют легенды. Хоккея своих соперников. Возвращается нападающий. Опасная расстрельная позиция. Вновь шайгу. Увлекается. Вывлекается. Сергей наслаждается хоккеем. Опаснейшая контратака. Столбом. Столбом стоит. Прошу прощения. Юрий Ляпкин. Жамнов. Классный пас. Не видел. Но пас-то зрячий. Вновь вратарь Волошин спасает. Это уже третий подход Могильного 1 на 1 за последние несколько минут. Фетисов. Ох, как раскачал вратаря. Ну, мастерство не пропьешь, как говорится. Вячеслав Фетисов просто великолепное что-то исполнил. И простой зритель в лице Павла Анатольевича Колобкова. Как ему наслаждаются таким хоккеем. Ну, Вячеслав Фетисов забил просто шедевр. Во-первых, отметим, совершенно его не смутил прессинг исполнения Петрова. Ну, и позволили ему подойти прям впритык к воротам, где Вячеслав зарешал. Ну, что же. На этом нарезка кончается. С вами был Денис Степанов, город Москва. За всем благодарю за внимание и надеюсь до скорых встреч. До свидания.